Я хотел вас спросить про деприватизацию, особенную российскую деприватизацию через психбольницы и заведения дел о педофилии. Вот было два уголовных дела, на днях последних. Один мужчина, который заведовал металлургическими доводами, которые уже вернулись, деприватизировались, и потом непонятно, что ли человек сопротивлялся, то ли что, но вдруг на него завели дело о насильственных действиях сексуального характера к несовершеннолетним. А бренд Хортица, который водочный украинский, там вообще принудительное лечение, психиатрическое менеджменты. Как вам кажется, в каких масштабах может проворачивать система вот такую деприватизацию через уголовные дела, через посадки? Ну, вы знаете, вообще, конечно, насчет психиатрии принудительной, она вообще возвращается темпами какими-то удивительными совершенно. И судьба блогера, традиционного советника Славы Малахова, которого, собственно, принудительно уже, бог знает, сколько лечит, он не может никак вырваться. Судьба питерской активистки Виктории Петровой, они это все очень страшные вещи. Не с шамана Габышева это началось, но, пожалуй, это самое громкое дело по этому поводу. И вот видите, сколько лет, сколько лет невозможно добиться не то чтобы освобождения Габышева, а даже переводы его из тюремной психбольницы в Благовещенске, а это очень далеко от его родины, да, от Якутска, не говоря уже от всего остального, из Благовещенска в Якутию, в обычную психбольницу, просто не домой, да, не на волю, а в другую психбольницу невозможно его перевезти, все время прокатура оспаривает. Вот они вот, почему они впаялись в эти психбольницы, потому что здесь вообще судов не надо. Здесь даже нашим судам, да, делать нечего. Отправил всех в больницу, все, все, и забыл. И забыл. Это может быть бессрочно. Это вообще может быть бессрочно. И насчет там прав человека, вот это все, вот это. Не каждый адвокат доберется. Ну и довольно сложно защищать человека, которого в любую секунду можно обколоть там галперидул. В любую секунду, да, и это будет, это будет как бы законно. Но это как в Дюренберге, когда, собственно, фашистские чиновники вставали, отвечали, а что вы меня судите, я выполнял законы. А то, что эти законы были фашистские, то, что эти законы нарушали права, права человека, а это не наше дело. Я жил в стране, я гражданин, вот законы, я их выполнял. Это неправильно, не все законы надо выполнять, кстати сказать. Есть античеловеческие законы, которые принимают. Вот это вот то же самое. Набиуля на знаменитом теперь своими эскортницами Питерском экономическом форуме как раз и сказала, «Ой, а у нас тут силовые захваты предприятий, которые им очень сильно мешают доверию». Сюрприз, сюрприз. Этой новости, в общем-то, уже лет 15, наверное. И у нас вот Эльвира Сахипзадовна это обнаружила. Ну, собственно, деприватизация идет полным ходом, и без отъема силой. Собственно, силой – это для тех, кто сопротивляется. Естественно, национализацию, в принципе, и милитаризацию, и постановку экономики на военные рельсы, она, собственно, объявлена, она объявлена и подтверждена нашей новой звездой Андреем Ремовичем. Ну, звезда тоже, оказывается, – такая довольно затертая, но тем не менее. Педофилия – это тема отдельная. Педофилия – это статья, которая, кстати говоря, опять большой привет Медведеву. Это при Медведеве у нас началось. Такая борьба с педофилией, когда, судя по статистике криминальной, вообще всех перестали интересовать половозрелые женщины и половозрелые мужчины, как-то все перешли на детей, судя по статистике. И тогда просто валом пошли два, две категории граждан. Одна категория граждан – это вообще группа риск страшная. Это детские тренеры, детские врачи, преподаватели музыкальных школ, там, где есть касание с ребенком. И я помню, мы занимались одним случаем, детский врач, собственно, проверял ребенку зрение. И вот на этот аппарат, когда проверяется глазное дно, надо подсаживать ребенка, брать за попку его, и подсаживать на этот стульчик, чтобы его глазки установить, там, вот, личико, чтобы установить, его надо поддерживать. И при этом всегда открыто 200 медсестра, нету пиклинг мужика на 8 лет, зачем он трогал за попу ребенка. Простите, а как? Учителя музыки, вот эти вот обнимашки, учителя фортепиано, а как ты пальцы покажешь еще? Детский тренер – вообще беда, беда. И вторая категория граждан – это, конечно, квартиры наследства. Если жена разводится с мужем, и они живут вместе в однокомнатной квартире, надо ее делить, она быстренько пишет заявление в полицию, а он показывал детям писью, пока они были маленькие. Это было 20 лет назад. Они не помнят, а прям было-было. И все, и мужика забирают на 14 лет. За 14 лет там шах-плати-шах, и в таком-то квартире уж точно будет ее. А мужик хотел их шансы быть, это живым, я так понимаю, что… Ну, в общем, да, не такие уж и большие. Это вот была вечная проблема. Сейчас, и, кстати, сказать, вот эти две категории граждан, они вот очень хорошо делали статистику по педофилии, и при этом реальные педофилы, которые, конечно, есть, которые, конечно, есть, да, и, конечно, нужно с ними бороться, и они, конечно, уходили. Я когда в свое время дружила, работала вместе с Лизой Глинкой, а это, конечно, было, пока она не ушла к Володину и стала заниматься какими-то странными вещами, но я помню, что мы с ней, когда работали на Павелецком вокзале, она приводила, я разговаривала с детьми, да, с подростками, да, вот с жертвами педофилов, но они рассказывали страшные вещи, они рассказывали, у мальчика были ноги, я помню, в шрамах, и это были шрамы от электрошокера, потому что дятеньке нравилось, да, когда у него ягодицы сжимаются, да, когда электрошокер, но мальчик был не в претензии, потому что дядя его отводил в хорошую квартиру, там был большой телевизор, там плазма, и забирал его на красивой машине, я так понимаю, что это были, в общем, чиновники, и были чиновники, столь любимые Лизой, московские чиновники, их поэтому никто не трогал, естественно, они к нам не делись, они никуда не делись, и они ни в каких тюрьмах не сидят, сейчас это поутихло, сейчас у нас за педофилию полностью отвечают ветераны, но это уже к Путину.